хорошо здравствуйте меня зовут филипский сергей и мой доклад называется метод создания синтетических изображений с использованием генеративной модели глубокого обучения для для классификации аномалий на панорамах и так что собственно является целью моей работы цель работы это борьба со смещением данных с помощью генеративного обучения вот генеративных моделей значит решаемые задачи ну во первых нужно создать шаблон по которому будет строиться нейронная сеть генератора то есть генеративная нейрон нейросетевая модель вот будем который называть генератор дальше разработать метод компенсации смещения на основе генерации данных и провести классификацию аномалий уже надо обученной дискриминативной модели которым будем называть мы классификатором вот и так что какая в принципе у нас задача задача у нас следующая у нас есть беспилотные летательные аппараты мы на них летаем делаем съемки и в данном случае у нас есть информационная система которая сшивает данные которые у нас есть изображение в одну единую панораму вот ну в данном случае это панорама вот видите зимой стоянка автомобили и все прочее мы не видим стоянку автомобиля стоянка автомобиля во первых вот она вот такая вот видите занесенной снегом к сожалению не пошла значит это сейчас секундочку еще раз вот мышка бегает у вас так сейчас видно сейчас секундочку сейчас еще раз так стоп шея так сейчас секундочку попробуем вот так наверное открыть через друг так сейчас пошли слайдер но пока титульный видим только титульный к сожалению давайте вот так тогда так видно все ладно да просто не захватывает это самое изображение значит ну здесь у нас вина стоянка автомобилей сшитая панорама вот она полностью видно таких панорам у нас довольно много мы их сшиваем одни и одни те же участки местности мы на них пролетаем несколько раз и дальше начинаем сравнивать эти самые панорамы то есть сначала мы сшиваем их потом корректируем по яркости цвету потом мы сравниваем и сравниваем две панорамы которые у нас есть здесь у нас структурные аномалии есть вот это вот структурный аномалий то есть вот эти вот строк структурные различия мы их называем аномалиями значит какие здесь видно различен допустим здесь стояли машины наоборот здесь стояли машины здесь нет здесь у нас опять-таки машина здесь машина немного отъехала но еще видно вот такие вот небольшие аномалии. Допустим, здесь снег есть, здесь снег растаял. Ну, понятно, что панорамы сделаны в разное время. Вот. Это как бы то, что было до. То есть, то, что называется legacy наш проект. То есть, здесь классическое компьютерное зрение. Никакого машинного обучения здесь не было. Поверх этого еще был дописан модуль, который классифицирует все эти аномалии. То есть, каждый из этих аномалий дает определенный класс. То есть, говорит, что это такое. Это машина, это игнорит регион, это еще там человек и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, видно, что в данном случае здесь у нас типичная проблема вот таких проектов, когда у нас есть какой-то legacy код старый, который достался по наследству. Мы в него внедряем машинное обучение. В данном случае машинное обучение здесь ограничено именно вот этими вот аномалиями. Итак, для того, чтобы работать с этими аномалиями, мы сделали отдельный шаблон. Шаблон для построения нейронных сетей. В принципе, зачем нужен шаблон для построения нейронных сетей? Для того, чтобы их строить очень быстро. То есть, нужно указать всего лишь несколько параметров, и сеть будет построена на основе этих заданных настроек. Здесь стандартные блоки. Это плотный сверточный блок, это плотный переходной блок. Здесь у нас, собственно, идет сама классификация. То есть, мы здесь отделяем признаки. Здесь мы карты признаков уменьшаем их количество, потому что здесь у нас идет компетенция этих самых признаков. Мы его назвали SotoConfNet. Стандартный ConfNet нас не устраивал, потому что там можно было построить мало слоев, и там было большое количество настраиваемых параметров. Также мы к нему добавили модуль SE-Link для повышения чувствительности. Ну, фактически, здесь это небольшой автоэнкодер, который встраивается внутрь каждого блока. Вот это наш блок, то есть наш шаблон нейронной сети, на которых мы делали дискриминатор. Итак, какая у нас здесь проблема? Проблема, самое главное, это проблема смещения данных. Что из себя представляет смещение данных? Ну, допустим, мы обычно обучаем нейронную сеть, наш классификатор, на данных, которые мы находим из открытых источников. У нас их довольно большое количество, мы обучаем так классификацию, и вдруг, когда мы начинаем что-то делать, то есть получаем реальный заказ, получаем реальную работу, оказывается, что какие-то классы у нас вообще нет, и нам нужно искать их срочно где-то еще. Либо у нас неправильные распределения этих самых классов, то есть одних объектов больше, других меньше, и это не учитывает наша обучающая выборка. Это первая проблема. Ну, и другая проблема связана с тем, что, допустим, у нас есть такая ситуация, что летом у нас все работает хорошо, осенью работает хуже, зимой вообще все перестало работать. Тоже такая ситуация случается. Это и называется, собственно, смещение данных. Для того, чтобы бороться с этим, ну, по большому счету, есть три основных способа. Первый способ – это, собственно, сделать дополнительные данные, то есть получить их. Но в нашем случае это довольно тяжело, потому что нужно летать, и дальше это все размечать. Это довольно тяжелый путь. Дальше есть аугментация данных, то есть когда мы из существующих данных делаем еще побольше, там немножко видоизменяя эти данные, еще немного данных. Ну, у этого способа есть свои ограничения, и они, опять-таки, зависят от изначальных данных, которые мы сами разметили. Ну, и третий способ – это генерация данных. Итак, помимо сети классификатора, у нас еще есть сеть генеративная, то есть наш генератор. Что он из себя представляет? Мы сделали следующее. Для нашей конкретной вот такой задачи мы сделали ансамбль вариационных автоэнкодеров. Значит, все автоэнкодеры строятся на том же самом нашем шаблоне SE SOTOCONF.NET, то есть и энкодеры, и декодеры строятся на основании одного и того же шаблона. Этот шаблон… Ну, единственный момент, что в декодере мы используем транспонированные сверточные слои. Дальше. Зачем, собственно, нам нужно много декодеров, то есть много вариационных автоэнкодеров. Для того, чтобы… Потому что у нас классы, классы, они довольно разные. Собственно, здесь проблема в том, что мы можем работать только с аномалиями, а аномалии, они разные по типу. Есть очень простые аномалии, например, пешеход, и им нужно очень маленькое скрытое пространство, потому что если сделать пространство скрытое большим, у нас возникает проблема с тем, что у нас много лишних шумов. Дальше, если у нас какие-нибудь дома частные, нам нужно больше скрытое пространство. Плюс мы еще можем объединить похожие классы, в данном случае здесь легковые автомобили и грузовики, в один автоэнкодер. Ну, вот таким вот образом у нас получается ансамбль автоэнкодеров для генерации, собственно, данных. Дальше. Здесь у нас показана, ну, такая техническая информация о параметрах вариационного автоэнкодера. Значит, энкодер – это 4 плотных группы, базовая 64 нейроны, коэффициент компрессии 0,8. А декодер является абсолютно симметричным, потому что, ну, собственно, нам здесь асимметрия никак не нужна. У нас что на выходе должны быть одинаковые изображения, что на входе. Поэтому здесь не нужна никакая асимметрия. Дальше функция потерь – это сумма ошибки реконструкции и дивергенция KL. И дальше при обучении применялись, соответственно, оптимизатор, адам, численная стабилизация и алгоритм рампового ската. Итак, значит, это про генератор. Точнее, про ансамбль генераторов. Здесь у нас большое количество, то есть в этих вот генераторах, то есть в одном большое количество вариационных автоэнкодеров. Итак, собственно, как теперь это все должно работать? Значит, ну, первое, что нам нужно сделать, это получить хотя бы небольшое количество реальных данных. Реальные данные у нас – это 811 изображений автомобиля, легковых. Ну, на самом деле, довольно много. Причем класс легковых автомобилей, он является довольно простым для распознавания, но мы получили их довольно много. На самом деле, хватает что-то около сотни. Значит, проблема у нас такая, что у нас на новых панорамах, которые мы увидели, у нас качество классификации автомобилей упало где-то до 70%, по той простой причине, что у нас появились автомобили, которые засыпаны снегом. Вообще, автомобили довольно простой класс для классификации. Там нужно порядка… То есть у нас обычно выходило там порядка 95-96%. Можно даже повыше для их классификации. Итак, у нас есть фотографии этих автомобилей, они реальные. Дальше. Дальше нам нужно дообучить наш вариационный автоэнкодер. То есть сначала мы автоэнкодеры все обучали на данных, которые мы нашли из открытых источников, и дообучаем его на данных, которые у нас новые появились. Дальше уже можно приступить к генерации. Для того, чтобы сгенерировать данные, нам нужно сделать следующее. У нас есть некое скрытое пространство, но по идее, если мы просто будем в автоэнкодер посылать какой-то рандомный шум, сигнал шума, то мы увидим следующее, что мы будем получать изображения автомобиля, ну, всех, которые есть, и со снегом, и без снега, и засыпанные полностью, и так далее, и так далее, и так далее. То есть в данном случае у автоэнкодера есть арифметика внутренних пространств, и она позволяет нам делать следующее, то, что мы можем пропустить через энкодер несколько изображений, которые нам нужны, ну, и примерно определить то место, то место во внутреннем пространстве, где, собственно, находятся вот такие вот автомобили, которые нам нужны изображения. Ну, дальше мы из этой области генерируем шум и получаем, в данном случае, 10 тысяч изображений. Ну, оно просто взято эмпирически. Вот. Дальше производится дообучение нашего классификатора, то есть основной этой сети нашей, которая классифицирует аномалии. И дальше, если нам вдруг, нас вдруг результаты не устраивают, то мы можем провести, ну, небольшой такой фантюнинг из данной области с помощью рандомизированного поиска по сетке. В данном случае у нас здесь повысилось качество с 70% до 96%. Это конкретно на одном классе, вот конкретно автомобиль. Ну, оно просто взято здесь для примера. То есть еще раз хочу подчеркнуть, в чем здесь преимущество данного способа. В том, что у нас основная сеть классификатора стоится на базе одного шаблона, то есть три параметра и все. Сеть всех вариационных автоэнкодеров строится тоже на основании одного и того шаблона. Здесь только четыре параметра. Добавляется размер внутреннего пространства. Ну, и здесь дальше показан, показан опять-таки, вариант, как раз когда мы генерируем данные с помощью вариационного автоэнкодера. Машина совсем под снегом, где немного снега. Ну, и вот такие вот летние фотографии. Причем эти фотографии, они в основном взяты из открытых источников. Здесь видно, что они, это в основном не наши автомобили, не наши марки. Вот. Ну, и последнее, наверное, ну, и на этом, наверное, все. Наверное, вопросы? Спасибо. Так, вопросы к Сергею. Вопросов нет у аудитории. Так, а вот у меня, ну, не знаю, такой комментарий может быть. Ну, вот мне очень понравилось, вот Максим, второй докладчик, сказал про то, что 90% усилий – это разметка. И привел пример своего исследования, его группы, где, значит, я тут посчитал, на самом деле, два человека года использовано на разметку. Вот. Ну, я не знаю, вам можно, по-моему, только это посоветовать. Вот вы используете два человека года. Ну, по большому счету, да. Это именно мои студенты были. Но здесь… Говорится, я думаю, что все у вас повысится само собой в итоге. Вот. Нейронная сеть дальше справится. Там были машинное обучение. У меня есть комментарий. Да, конечно, вы сделали такие интересные такие приемчики, да. Ну, что ж, хорошо. Но, по-моему, вот как бы разметка данных в данном случае решает. Разрешите мне комментарий по этому поводу. Значит, по поводу разметки данных. У меня есть студенты, вот это вот все они размечали огромное количество времени. То есть это 811, это только автомобили. То есть, грубо говоря, мы потратили, ну, по большому счету, да, два человека года. Тут вопрос, проблема-то в том, что, да, лучше всего-то, конечно, иметь размеченное все, что у нас есть. Но проблема в том, что это огромные усилия. Вот, допустим, мы применяем вот это вот, допустим, для зернобобовых культур. Мы оцениваем, ну, как бы, автомобили – это простая задача. Вот. А в реальности-то мы не автомобилями занимаемся, а, допустим, оценкой созревания зернобобовых культур. А вот в НИИ, там, ЗБК, они вот не хотят заниматься чисто зернобобовыми культурами. Это проблема. То есть, то есть не так. Они не хотят заниматься разметкой всего этого дела. То есть им без разницы. Нужно все, чтобы это дело работало. Соответственно, они придут к нам. Ну, это нам делать, но проблема в том, что если бы это нам пришло бы всем только делать, мы бы только этим и занимались. А проблема в том, что мы-то хотим сделать еще и помимо всего этого прочего еще и новую систему, которая уже будет чисто такое, в ядре которого будет стоять машинное обучение то есть не вот это вот который нам досталось скажем так от предков вот а вот именно новое и это большая проблема в том что нам нужно сделать все быстро здесь порядка можно сотни изображений исходных и на них уже сделать аргументацию и на них уже дальше генерировать хотя здесь тоже есть такой момент интересным я в последнее время прочел две статьи по поводу это называется в машинном обучении проблему урабороса когда машинное обучение модели машинного обучения обучаются насинтезированных данных следующий на опять-таки синтетические насинтетических данных и так далее так далее так далее и постепенно это приводит к неадекватному поведению модели то есть когда у нас чисто одни становятся из обучения чисто одни синтетические данные поэтому всегда ну как бы такой есть есть такой совет всегда нужно в самом начале использовать именно настоящие данные вот вот такой вот комментарий скажите у меня вопрос вы говорили алгоритм рампового ската я просто четко не знаю это когда у нас идет обучением значит обучение 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 постепенно ошибка падает 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 и когда нас выходит на плато в один момент мы резко меняем то есть резко уменьшаем это шаг обучения ленингрейт и вот это приводит к небольшому такой небольшой такой ступеньки в улучшении обычно точности распознанном данном случае классификации на самом деле на самом деле здесь применяется довольно большое количество именно таких эмпирических вариант эмпирических алгоритмов именно обучения нейронных сетей вот та же самая численная стабилизация не просто численная стабилизация там еще есть так называемое решение проблемы лотерейной гипотезы то есть здесь довольно много за этом всем стоит но это чисто такие зачастую эмпирические алгоритмы которые появились среди именно специалистов по машинному обучению часть всего даже инженеров они хорошо спасибо сергей еще вопросы так вопросов больше нет со